В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Памятник семейному очагу. В Сарове может появиться новый арт-объект. Живопись разных лет. В библиотеке Маяковского открылась выставка саровского художника Ивана Шнягина. Синдром пустого гнезда. Как пережить расставание с детьми? Далее расскажем обо всем подробно. В нашем городе может появиться еще один арт-объект. Депутаты обсуждают установку памятника в честь Дня Семьи, Любви и Верности. Этот вопрос народные избранники подняли на заседании социального комитета. Сколько будет стоить установка нового объекта и где его предлагают поставить, расскажем далее. В этом году День Семьи, Любви и Верности стал официальным праздником. Во многих городах России стали устанавливать памятники святым Петру и Февронии Муромским, покровителям брака. С инициативой поставить подобные монументы в нашем городе выступил депутат Александр Тихонов. Я не говорю, что это скульптурный памятник именно Петру и Февронии. Он может быть другим, как бы скульптурной композицией в честь Дня Семьи, Любви и Верности. Но тем не менее, вот как-то сейчас вот этот памятник Петру и Февронии, который олицетворяет вот это дело, он наиболее тиражируемый в стране за последние годы. Вот уже еще раз повторю, 89 таких скульптурных композиций в стране есть. Главный вопрос, кто будет его финансировать. Есть несколько вариантов. Во-первых, действует федеральная программа, по которой выделяют средства на установку этих памятников. Во-вторых, в некоторых городах присутствия госкорпораций деньги выделяют именно из их бюджета. В-третьих, финансовую часть может взять на себя городская казна. По предварительным прикидкам памятник обойдется в 25-30 миллионов. Что касается мест, их пока предложили пять. В сквере напротив музыкальной школы, в парке Зернова, на набережной Сатиса, перед существующим зданием ЗАГСа или перед предполагаемым новым зданием ЗАГСа. Идеальным местом для его остановки я бы считал пешеходный урок с юности в районе ЗАГСа. Потому что, согласитесь, вся история осталась в старой части города. В новой части немножко бедновато, поэтому сам Бог вел, молодожены возлагают цветы, чтобы вот этот памятник работал. Депутаты предложили сформировать рабочую группу и проработать этот вопрос, чтобы затем вынести его на общественное обсуждение. Также на комитете речь шла о наименовании проездов в районе улицы Нижегородской, где находятся участки для многодетных семей. Комиссия по наименованию городских улиц предложила варианты 1-й ягодной и 2-й ягодной. Депутаты вынесли проект на заседание Городской думы. Кроме того, представители Департамента образования рассказали народным избранникам о готовности школ и детских садов к учебному году. Были установлены видеокамеры дополнительные к тем, которые уже имелись. Были реализованы порядка 5 миллионов рублей, которые нам выделились дополнительно на школы. За эти средства были установлены шлагбаумы на въездах в образовательные организации, электромагнитные замки на запасных выходах и частично поставлены домофоны в детских садах и школах. Также депутаты рассмотрели ходатайство о награждении руководителя Сар-Фатыни Яумифи Анны Сироткиной почётной грамотой Сарова. Это вторая по значимости награда в городе. Депутаты единодушно поддержали предложение и направили вопрос на думскую сессию. Екатерина Пёнова, Андрей Махмудов, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. 24 молодых педагога приехали в Саров в этом году. Они будут работать как в школах, так и в детских садах нашего города, сообщает департамент образования. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стяжка под полы на 45. Ведётся монтаж внутренних сетей водопровода, канализации, электроснабжения. Монтаж наружных сетей теплоснабжения выполнен на 30%. Электроснабжение на 90%. Водоотведение на 35%. Монтаж лифтов выполнен на 97%. Портал Госуслуг предложили использовать для обращения к чиновникам. Сейчас граждане могут обращаться в госорганы и органы местного самоуправления только в письменной или электронной форме с использованием электронной почты. Если позволить делать это через личные кабинеты на портале Госуслуг, то люди будут избавлены от необходимости создавать электронную почту, обращаться в приёмные органов власти или отправлять обращения по почте, объясняют авторы законопроекта. Проект клуба «Лотос» «Город единства непохожих» вышел в полуфинал премии «Мы вместе». Его реализуют в городе уже 16 лет. Основная цель проекта – адресная помощь инвалидам. Подробности далее. 16 лет поддержки добра, более миллиона рублей пожертвований. Эти деньги, собранные в рамках благотворительного марафона «Город единства непохожих», пошли на адресную помощь людям с ОВЗ. На пожертвования закупили необходимые инвалидам спортивные тренажеры и инструменты. Проект, придуманный клубом «Лотос» молодежного центра, прочно занимает свою нишу среди социальных проектов «Сарова». В этом году активисты решили раздвинуть рамки и выдвинули его на соискание международной премии «Мы вместе». И первых успехов в этом начинании «Лотос» уже достиг. В региональный этап была отобрана 191 заявка, из которых всего лишь 25 прошли в полуфинал регионального этапа. То есть мы попали в полуфинал, одни из немногих счастливчиков. «Город единства непохожих» – это история, которую создает не только «Лотос». В этом начинании помогают многие добровольческие организации. Проект – это одно большое доброе дело. К тому же он помогает в деле социализации людей с ограниченными возможностями здоровья. Этот проект собрал за 16 лет порядка 15 тысяч людей, вовлеченных в этот проект. То есть кто-то помогал, и помощь была разная. Кто-то помогал материально, кто-то информационно, кто-то непосредственно участвовал в наших мероприятиях и помогал их организовывать. Этот проект сблизил людей, как молодых людей с ограниченными возможностями, так и их здоровых сверстников. Теперь активистам нужно подготовить смету мероприятий в рамках проекта на следующий год, снять видеоролик и прислать в оргкомитету 28 августа. В сентябре подведут итоги, огласят список тех, кто попадет в финал. Проект долговременный, и мы не собираемся останавливаться. Мы и дальше будем его реализовывать. В любом случае, получим ли мы эту премию, потому что премия предполагает еще денежные вознаграждения на реализацию мероприятий в рамках проекта в следующем году. Этот проект будет работать в любом случае. В этом году в рамках «Город единственно непохожих» Лотос планирует совместно с «Теплым домом» и «Девятым интернатом» провести творческие встречи. Завершит «Марафон-2022» благотворительный спектакль студии Молодежного центра «Театралка» в декаду инвалидов. Екатерина Пенова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Чуть больше недели осталось до 1 сентября. Этого дня с волнением ждут не только школьники. Их мамы и папы в вузы уезжают и студенты. Как родителям справиться с тем, что их ребенок повзрослел и начинает самостоятельную жизнь, рассказала психолог Наталья Мышова. Синдром опустевшего гнезда – это то, что переживают родители в связи с отъездом ребенка. Чаще всего с этим сталкиваются супруги, у которых не разрешены внутрисемейные отношения или те родители, которые слишком привязаны к своим детям и делали свое чадо центром жизни. Сейчас такая детоцентрированность. То есть все детям. Главное для детей. Главное – обеспечить детям развитие. Я отдала тебе лучшие годы своей жизни. Ну вот это вот все. Если проблемы не решены, тогда, когда дети уже уезжают учиться, женятся, выходят замуж, то родители сталкиваются с теми самыми проблемами, которые они не решили еще на первоначальном этапе своих отношений, когда они только стали жить вместе, поженились. Самые заметные изменения, которые следуют за отъездом повзрослевшего ребенка – внешние. В доме становится тише, меняется привычный распорядок дня, исчезают привычные заботы. Оставшись наедине с самим собой и с супругом, взрослые, как правило, чувствуют растерянность и пустоту. Ведь теперь ребенок не нуждается в постоянной опеке, а привычная роль родителя становится не так актуальна и первостепенна. Можно ли подготовиться к такому кризису в семье? Самая лучшая подготовка – это своя личная прокачка в плане своей целостности и способности заниматься собой в этой жизни. Но если есть опасения, что трудно будет отпускать детей, расставаться с детьми, тогда нужно повернуться к себе и задать себе вопрос. Кого я вижу в детях? Почему мне так нужно, чтобы дети были рядом? Почему? Из-за чего мне так сложно? Я предполагаю, будет сложно отпустить. И не пора ли мне заняться своими потребностями? Если вам предстоит скорая разлука с ребенком, который собирается уезжать на учебу в другой город, то посвятите это оставшееся время именно себе и найдите новые смыслы в своей жизни. Вспомните, чем вы любили заниматься, какие у вас увлечения и хобби, неисполненные или отложенные желания, в чем бы вы хотели себя реализовать. Новая ситуация также позволяет посмотреть и на супружеские отношения под другим углом, наладить диалог со второй половинкой, открыто поговорить о своих переживаниях и услышать друг друга. Если это болезненно, надо идти к психотерапевту. Не нужно использовать мужа или жену в качестве психотерапевта, потому что это не их ответственность и не их задача. Есть специалисты, которые с этим работают. Не нужно перегружать близких всем этим. Не нужно перегружать детей своими проблемами. Детям тем более это не нужно. Детям своя жизнь, свои интересы, и им нужна энергия на развитие свое. Для всех родителей, чьи дети улетают из семейного гнезда, важно понять, что ребенок стал взрослым и теперь сам выбирает свой жизненный путь. Если препятствовать отделению, дети не смогут жить собственной жизнью и получать личный ценный опыт. Светлана Юрнова, Кирилл Новикевич, Служба новостей Саров, 24. Четверо жителей города обратились в полицию с заявлением о том, что дали в долг одному саровчанину крупную сумму, которую тот не спешит возвращать. В общей сложности потерпевшие отдали больше 11 миллионов рублей. Зачастую саровчане теряют средства безвозвратно, попадая в сети аферистов, которые промышляют в интернет-пространстве либо связываются с жертвами по телефону. На прошлой неделе Саровчанка перевела мошенникам 585 тысяч рублей. Через мобильное приложение WhatsApp ей позвонили якобы сотрудники банка и рассказали, что кто-то пытается похитить свою счёт о деньги. Но служба безопасности пресекла преступление. Чтобы не подвергать средства риску, злоумышленники посоветовали перечислить их на безопасные счета, а через сутки деньги бы вернули. Саровчанка сделала всё по инструкции и перевела несколькими платежами 584 тысячи 893 рубля, а потом поняла, что её обманули. Подобные схемы мошенники используют регулярно. Ни в коем случае не надо с ними продолжать общение, не передавать никакую личную информацию у вас, ни фамилии, имя, отчество, ни номера, карт, ни, соответственно, любую информацию. Банковские работники вам звонить не будут. Если какие-то вопросы вам нужно решить, обратитесь лично в отделение того банка, где у вас открыты счета. Не стоит также пытаться разыграть или проучить эфиристов самостоятельно. По невнимательности одурачить можно самого себя. Саровчанке позвонил мошенник, представившись банковским служащим. Женщина поняла, что её пытаются обмануть и решила подыграть. Она продиктовала номер и обратный код карты, на который не было средств. Но шутка стоила дорого. Получив доступ к онлайн-кабинету путём получения номера, карты и цифры с обратной стороны, зашли в онлайн-кабинет банка. И все денежные средства, которые были на счетах, в том числе на сберегательные книжки, порядка полумиллиона рублей похитили. А потому самый действенный метод защитить себя от обмана – просто сбросить телефонный звонок. В библиотеке Маяковского открылась выставка Саровского художника Ивана Шнягина «Живопись разных лет». На своих полотнах он запечатлел дорогие ему образы природы. Работал художник в трёх разных техниках – маслом, акварелью и пером. Подробности далее. Побывать на Филипповских полях осенью 1963 года, увидеть реку Сати с летом 1990-го или пройтись по улице Речной зимой 1955-го года. Такие временные скачки могут сделать гости выставки Ивана Шнягина «Живопись разных лет». Художник запечатлел на своих полотнах дорогие ему образы природы. Помимо Саровских пейзажей здесь можно встретить горы или Чёрное море. Работал Иван Матвеевич в трёх разных техниках – маслом, акварелью и пером. Акварель представлена одной работой и стоит особняком выставки. Это Санаксарский монастырь. Со школьных лет и до наших дней Иван Матвеевич продолжает творить, создавая на своих полотнах дорогие ему образы природы. И на нашей выставке представлены картины разных лет, от ранних до выполненных совсем недавно. Любовь к живописи у Ивана Шнягина появилась в детстве. В школе он участвовал в оформлении классной стенгазеты. Позднее во время работы рисовал для стенгазет карикатуры. По вечерам ходил в студию городских художников, параллельно учился в Московском художественном университете имени Крупской. Так простой детский интерес перерос в вовлечение всей жизни. Его работы выставляли в Центре культуры и досугов НИЕВ. Также они гастролировали в составе выставки художников Горьковской области. В этом году Ивану Матвеевичу исполнилось 85 лет. Он ветеран в НИЕВ. И, конечно же, по своей профессии ближе к физикам. Но в его жизни и в душе огромное место занимает и лирика. А точнее, любовь к живописи. Посетить выставку Ивана Шнягина можно в часы работы библиотеки без возрастных ограничений. Телефон для справок 9-94-09. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА